Вальдемар и Светлана, проходите, пожалуйста. Христос воскрес! Это наша надежда. Как пастор говорит, спасибо большое за эту возможность находиться с вами в прекрасной церковь русскоязычной в городе Варни. Я буду стараться как можно лучше говорить по-русскому. Знаете, у нас немного времени, но коротко хочу представиться. Меня зовут София. Спасибо, у нас говорят, если передумают имя, потом покупают платье. Спасибо за новое имя. Меня зовут София. Я из Болгарии, мы живем в городе Софии. Вместе с моим прекрасным мужем. Он поляк из Польши. И у нас много детей, и мы радуемся благословения от Господа. Но наша великая радость в том, что мы проповедуем Евангелие. Наше служение называется христианское служение благовестия «Время жатвой». Потому что мы на самом деле верим, что пришло время жатвой. То время, которое Иисус говорил, оно и не изменилось. И знаете, мы ездим в разных городах, поселках, деревнях. И тоже много работаем в Европе. И мы видим, что несмотря на сколько люди бедные, богатые, молодые, старые, женщины, мужчины или детей, все нуждаются в своего спасителя. И для нас большая радость везде нести эту благою весть, которая везде работает, везде люди спасаются, везде исцеляются. И везде мы свидетелем чудеса и знамения, которые Господь творит. И пока я слышала сегодняшнюю проповедь, и знаете, Бог мне напомнил одна история. Может, некоторые из вас этого знали, слышали. Был такой служитель Хитсон Тейлор. Он служил во время, в начале прошлого века. И он был миссионером в Китае. И во время одного служения, вот он встает за такой кафедрой и начинает пророчествовать. И он видит Первую мировую войну, потом видит Вторую мировую войну, потом видит время коммунизма. И потом он говорит, что он видит войска, которые на территории бывшего Советского Союза поднимаются эти войска, благовестники, его дети. И они начинают нести благовестие до конца мира. И тогда уже приходит Иисус. И то, что я вижу сегодня, я не вижу вас здесь, иностранцы. Я вижу именно те миссионеры, которые Господь поднял из бывшего Советского Союза. И Он отправил пока здесь, в Болгарии. Но я вам скажу, что Балкан нуждается в нас, Европа нуждается в нас. И до конца мира мы вместе будем работать и служить. Потому что у нас есть... Мы любим говорить, что у Бога есть мечта. И Его мечта, чтобы все люди спаслись и пришли до познания истины. И знаете, что еще? Написано в 1 Тимофея, 1 глава, 1 стих. Славное благовестие блаженного Бога, который верен в наши руки. И знаете, на самом деле мы понимаем, что ангелы Евангелия не будут проповедовать. И это нам показало, слово говорит, когда ангел явился Корнилию. И очень много вещей сказал ангел, но все равно был нужен Петр, который принес Евангелие. Он говорил, как Иисус возлюбил нас. Он пришел на эту землю. Он был распятым. Он воскрес из мертвых. И именно это послание было достаточно, чтобы в дом Корнилия произошло новорождение. И знаете, это простое Евангелие. Мы несем, мы продолжаем нести. И на самом деле пастор говорил о том, что нет другое знамение, кроме знамения пророка Иона. И именно этот Иисус, который живет внутри нас, написано, что Христос в нас надежда славы. И именно эта надежда нужна. Знаете, много людей сегодня молятся, и они говорят, что Господь, помоги. И знаете, именно мы этот ответ от Бога для них. Потому что внутри нас живет Христос. Я очень-очень рада, что русскоязычные пошли. Потому что мы работаем очень много с русскоязычной. На Прибалтике, Литва, Латвии, Эстонии. В Польше работаем немного. Уже есть на Балканах русскоязычные. И знаете, у вас есть такая войственность. Когда-то люди шли за Родину, а сейчас они идут за Господа. И как сестра говорит, русскоязычные умеют сказать «да» это «да» и «нет» это «нет». И они никогда не сдаются. Поэтому мы очень рады. И мы надеемся, что вместе с вами у нас есть большая палатка. Может, вы видели некоторые на Фейсбуке. Мы ее ставим в каждом, в разных городах, вместе по местных церквям. Проводим фестиваль на 10 дней. Очень много уличной евангелизации проводим во время этих 10 дней. Мы работаем с молодежью, с детьми, по деревням тоже. И мы помогаем, чтобы и по местных церквях достигали своих городах. Поэтому очень много русскоязычной в Болгарии уже. Есть такие регионы. Мы позавчера вернулись, были на одно обучение недалеко с Бургаса. Я хожу такая в магазине, я не могу понять, где я нахожусь. Везде русская речь слышу. И понимаете, эти люди, подобные как беженцы из арабского мира, пришли, чтобы услышать Евангелие. Очень много русскоязычной, которая не имеет такая связь с Иисусом. Может, кто-то слышал, может, как-то слышал. Но очень многие жили в коммунистическом месте, и вообще им не было до Иисуса. Поэтому у нас есть великая весть. И мы можем вместе ее нести. И я верю, что мы не случайно сегодня здесь к вам приехали. Я знаю, что вы молитесь за спасение людьми. И у нас есть благовестие, которое мы можем нести. И я верю, что каждый талант, который внутри вас, он может быть использован, чтобы Господь достигал других людей, которые так сильно любят. И спасибо вам большое. Может, еще несколько минут есть или уже нет. Вальдемар что-то хочет тоже поделиться. Он будет говорить с польским акцентом. Так что у вас интересно так слышать. Добрый день. Хвала Езусу Христу. Не хочу поздравить Езус Христу. Здравствуйте. Меня зовут Вальдемар. Я мисионер. Вальдемар с Польши. Ну, покаялся в Финляндии. Можно сказать, моя церковь Финляндия и русско-язычная. Финляндия. И я себя горжуя русским языком, но очень мало говорила русский язык, потому что сейчас живу тут, в Булгарии. Ну, много общаюсь с русскими людьми. И моя дочка из Эстонии, она тоже русско-язычная. И она немножко мне помогает говорить по-русски тоже, вспоминать. Я благословую вашу церковь, благословую вас всех. Я знаю, что у меня очень мало времени. И хочу вас вдохновить очень сильно. И я верю, что Господь меня иногда посылает в разные церкви. И я иногда свидетельствую, иногда говорю о том, что Господь сделал в моем жизни. И то, что Бог хочет с нами всех сделать, он может нас всех любить. И тут пастор сказал хорошее слово, и из Библии сказал, что Петр себя выпал. И я вспомнил, что Петр сказал, что он не выпал от своего Езуса Христуса. Что он присоединил, что он никогда не оставит. Что он за него даже умрет. И все-таки Езус ему сказал. И он сказал, Езус сказал, я даю вам новое приказание. Новую заповедь. Вы любите друг друга. Обожайте друг друга. И я знаю, что это очень большое благословение. Любить друг друга. Это очень важно в нашем жизни. И мы верующие люди. И я помодлился вчера и сказал, господи, дай мне очень краткое слово, чтобы люди себя коснули. И я тут, скоро покажу место писания. Это старое советы. Это вторая глава, 14 стих. И это слово мне очень коснуло. Это пророк. Пророк се модлил до Бога. И Бог ему дал ответ. И я хочу вам сказать, что когда я был в Финляндии, я не знал верующих людей. Абсолютно. Никаких миссионеров, никаких пасторов, никого. И это было очень короткое время. Это было 5 лет. 5 лет назад. Я никого не знал. И сейчас, когда мы идем в церковь, у нас есть ритм. Так как у вас сейчас было пресловение. Пресловение. И как кто-то не хорошо пишет. Ну, я знаю, что я не jestem музыкант. Но знаю, что иногда наушники использую. И есть ритм. Тик, 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 тик. Как не пишешь в этом ритм, тогда ты фауссуешь. Ну, я знаю, что самый большой фауссу перкутсиста. Он самый большой фауссует. И я хочу вам сказать, я был в финской церкви, сейчас в булгарской церкви. И много людей сейчас говорят, я не хочу эту церковь. Я не люблю этой музыки. Не люблю это, не люблю это, не люблю это. И много людей меняют в церкви. И они иногда, когда мы не слушаем ритм. Так, 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 так в музыке Духа Святого. мы не слушаем этого ритма и мы не слушаем этого ритма в церкви, что мы в mieще в mieще все и мы имеем этот ритм Духа Святого и Дух Святый сейчас очень быстро въезжает. Я через пять лет я видел так много чудесов, я видел так много церкви, я был в целом Европе, даже в Америце, начинаем везде проповедать, везде видел, что я видел, что я делаю, видел, что я делаю, что я делаю. Я хочу сказать всем церквям сейчас, всем церквям, что земля будет залана как море. Его слава, и мы сейчас должны быть готовы на этот ритм Духа Святого. Бог нас подготовит, нас всех и я хочу вам сказать, что Дух Свят, Дух Святой, Он не бирза, не дни, Он нам дает возможность. И я хочу с вами поделить, чтобы чтобы не тормозить. Потому что, как Иврея из Египта, они были молодцы, они повелили, они верили, они верили, и я вас хочу вдохновить, чтобы вы все которые, как Бог вам дали, чтобы вы вспоминали, что Бог вам говорили, чтобы вы вспоминали, что Бог с вами сделал, и какие его мечты. И я вспоминал, как раз вспоминал, Господи, покажи мне мечты, мои мечты. И недавно было у меня служение эвенитационное на улице. И можешь подогнать? И изменяйте, пожалуйста. И я просил Господи, ты мне все дали. Ты мне дали красивую жену, красивое служение, красивую церковь, красивые друзья. У меня все есть. Как я был в тяжелом ситуации, Бог меня поднял очень высоко. Я с самого низа. И я начал забывать. Забывать. Забывать, молить, читать Библию. Забывать о... У меня было так хорошо, что жут встал на улице большей. И уже не хотят служить. Или как на работу ходили, на служение. И однажды однажды не мог модлить нормально, не было предшествия Духа Святого. Я сказал Господи и Бог мне показал место писания, что я Ему обещал. Я так эпоха. Я падал на колана тогда, я сказал Господи, почему так есть здесь? Где мы живем в этой теме? Почему ты мне показал этого раньше? Я тоже так живу. Я обещал Господу, что я буду помогать людям, служить и голосовать и в Англии. И это обещание Бог мне дал новую жену, нашу жену, дала мне палатку за служение. И в Финляндии, в Хельсеньках мы провели два года организацию палатную и все места, которые я молнил, все места за этих наркоманов мы голосовали в Англии. И много турков, муслиманов приняло Господа в своем сердце. И наши мечты это реальность. Как то, что мы обещаем Богу, Бог нам это дает. Только иногда мы забываем. Забываем о наших обещаниях. И это все, что я хочу с вами поделить. Я сейчас вас хочу благословить. И на правду у меня была очень тяжелая ситуация здоровотная. И так, как пастор сказал, самое важное, чтобы люди принимали Господа в своем сердце. И почали живота вечно. И то, что я болею недавно, не могла говорить, не могла ходить, а на руках мне не работала. А мы и уподобняем себя до этого мира. Мы идем с этим миром. А мы не идем, мы не должны идти с этим миром, только мы должны идти против мира. с Езусом Христусом. И я за вас благослови и спасибо вам. За вашу церковь, за русский язык и за этот город. Аминь.